Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу про бетонную гранату Третьего Рейха. Как известно, немцы на протяжении всей Второй Мировой не сказать, чтобы испытывали избыток разного рода материалов, что уж говорить про ситуацию под конец войны. Перед немецкой промышленностью стала задача разработать и поставить в серию новые образцы пехотных гранат, которые должны были отличаться простотой конструкции и производства. Решение о необходимости вооружения фольксштурма народной ручной гранатой было принято 30 ноября 1944 года Рейхсминистром вооружений и военной промышленности. Уже 9 декабря концерн Пройссак получил первый заказ на изготовление 100 тысяч гранат. Суммарно немцы сделали 784 тысячи. Так и появилась бетонная фольксхант граната 45, предназначенная в первую очередь для фольксштурма. Приоритет по снабжению нормальным снаряжением, естественно, был у армии. Ополченцам же достались вот такие своеобразные рзатцы. В основу народной гранаты легла знакомая нам колотушка, которую переделали в сторону максимального упрощения и удешевления. В первоначальном варианте к бетонному корпусу присоединялась деревянная ручка, но при переработке граната лишилась данного элемента. Новая граната имела форму цилиндра с выступавшими сверху деталями запала. Основным элементом корпуса являлся стакан, отлитый из бетона. При замешивании в раствор добавлялись мелкие металлические элементы, обрезки проволоки, стружка и т.д. Стакан корпуса отливали в цилиндрические, бумажные или картонные формы, которые после застывания оставались на корпусе и служили своеобразной оболочкой. Сверху стакан закрывался штампованной металлической крышкой с запальной трубкой от М39. Между крышкой и стаканом имелась картонная прокладка. При сборке гранаты крышка плотно фиксировалась на корпусе и не должна была слетать со своего места при транспортировке или эксплуатации. Это далеко не все упрощения гранаты. Из-за дефицита взрывчатки ее снаряжали неполитым, более простым и дешевым взрывчатым веществом. Из такого вещества формировалась цилиндрическая шашка с центральным каналом под запал, которая вставлялась в бетонный стакан. Известно как минимум три типа бетонных гранат, различавшихся формой шашки взрывчатого вещества, способом фиксации запала, а также наличием картонной рубашки корпуса и даже размерами. По способу фиксации запала можно выделить следующие типы, запальной трубкой от гранаты яйца М39, запалом фиксируемым пружинной шайбой, закрепленной изнутри крышки гранаты и с запалом, винчивающимся в алюминиевую резьбовую втулку, запрессованную в шашку неполита. Гранаты упаковывались в деревянные ящики по 30 штук в каждом, при этом они поставлялись неснаряженными. Запалы той или иной модели, в зависимости от наличия на заводе или на складе, транспортировались в той же таре, но отдельно от гранат. Устанавливать запала на гранаты следовало непосредственно перед началом боя. По своим основным показателям, фолькскант гранаты 45 заметно проигрывала серийным колотушкам или яйцам, но была дешевле и проще в массовом производстве. Собственно, за простоту и дешевизну немцы заплатили высоким процентом брака, а в лучшем случае граната просто не взрывалась, в худшем могла взорваться в руках владельца. Собственно, немцы шутили, что граната представляет большую опасность для них самих, нежели чем для противника. Если изначально гранаты предназначались только для фолькштурма, то по мере ухудшения ситуации на фронте они стали поступать и регулярным частям вермахта ИСС. Но если вам кажется, что дешевле бетонных гранат уже ничего не придумать, то немцы и тут вас удивят. Дело в том, что они умудрились сделать гранаты из картона. Помимо очевидной причины дешевизна материала, у этой гранаты было еще одно преимущество. Пожилым и слабым физически бойцам фолькштурма было удобнее бросать гранату с длинной ручкой, нежели бетонное яйцо. К тому же она была заметно легче. Корпус и рукоятка гранаты выполнялись из прочного картона. Корпус с торцов закрывался толстыми картонными заглушками. Заряд взрывчатого вещества помещался в картонную трубку и был обложен осколочной рубашкой из смеси мелкого металлического лома. Металлическая стружка, резаная проволока и так далее. Детали гранаты соединялись водостойким клеем. За исключением поражающих элементов, запал был, пожалуй, единственной металлической частью гранаты. Сколько таких гранат изготовили немцы, неизвестно. Но они, как ни странно, обладали лучшей поражающей способностью, чем бетонные аналоги.